Дорогие друзья, рада вас приветствовать на своем канале в новом видео. Я начинаю свою новую рукодельную недельку, и на самом деле я совсем не знаю, чем она у меня закончится. Планы, конечно, это одно. Планирую я в голове всегда, что-то задумываю, о чем-то мечтаю. Ну, а то, что получается по факту, вы уже можете видеть в моих видео. Начинаю я с рукоделия моей Ксюшеньки. Она у меня много чем увлекается, и одно из ее увлечений – это травничество. Мне захотелось немножечко сделать кадров с ее занятий. В школе у нее сейчас каникулы, поэтому пока мама на работе, она занимается своим любимым делом. Ну, а я сейчас тоже пришла с работы и хочу немножечко вам показать своего рукоделия за недельку, вернее, за ее начало. Сегодня уже, кажется, четверг, и какие продвижения у меня на этот день есть. Так что оставайтесь со мной. Надеюсь, что будет очень интересно. Ну, вот, и совершенно неожиданно и незаметно для меня наступил четверг. Так, неделька рабочая практически уже заканчивается, а у меня не так и густо по моим процессам. И сейчас давайте с вами пробежимся, что у меня здесь натворилось, какие процессы у меня в работе. В работе у меня здесь немного. Слава богу, я наконец-то закончила свой вязаный процесс. Я пока отложила свои вязаные процессы, самое главное, связала игрушки девчонкам, вот, а уже там кофточки, топики, это можно и чуть попозже взять. Сейчас мне очень хочется закончить вот эту работу. Набор от фирмы «Чудесная игла». Как называется? Называется «Достаток и процветание». И у меня, ну так, навскидку, уже больше 50% вышито. И хочется мне его завершить. Он у меня уже лежит тоже, по-моему, уже точно не год. Да, два, наверное, года. Я как-то начинала его в апрельских стартах, потом отложила. В прошлом году еще немножечко продолжала вышивала, потом опять отложила. Ну, в общем-то, тут вышивать осталось совсем чуть-чуть. Подкова вот уже закруглилась, осталась у нее тут верхняя часть и рамочка. Немножко здесь уголок и вот здесь вот. То есть вышивать осталось совсем немножко. И, конечно, хочется уже видеть готовую работу. Пока у меня мысли на оформление две, две идеи. Первая, конечно же, что это будет полноценная картина в рамочке. И вторая, что это будет подушка. В общем, пока вышиваю, я думаю, выбираю, что в конце концов у меня получится. Для меня всегда решение бывает неожиданным, потому что в самый последний момент я обязательно его изменю. Поэтому, ну так, это предварительные просто мысли. В общем, поэтому на этой неделе я занималась практически только вот этой работой. Ну, немножко, да, я показывала вам, что взяла вот эту вот бабочку. Но тоже вышли на ней совсем немножко. И хочется, может быть, сегодня, вот вечерком, пока сейчас я готовлю ужин и думаю, почти никого нет, наверное, повышиваю вот ее возьму. Пока солнечный свет такой классный. Солнышко светит, у нас тепло. Три дня практически, как летом. Ходим почти раздетые детям на радость. Впереди, конечно, еще похолодание, но все равно мы сейчас радуемся теплу. Вот, и еще у меня, да, такой, на ожидании стоит вот этот вот домик в лесу. Он не такой красочный, радужный, как вот эти мои два процесса, но он мне тоже нравится. Я его тоже очень люблю и тоже, конечно, хочу его поскорее вышить. Поэтому он у меня вот лежит рядышком на моем рабочем столе, в моем рукодельном уголке и ждет своей очереди. В общем, вот такие вот дела на сегодняшний момент. Конечно, теперь тепло, и есть очень много дел за пределами дома, и хочется и погулять, хочется и чем-то позаниматься на улице. Да, период субботников начинается, в общем-то, нужно убраться. И к Пасхе готовимся. В общем, много-много всяких планов, да, много всяких дел, помимо любимого хобби. Поэтому будем делать все понемножку, все по чуть-чуть. Ну и, конечно, показывать вам. Надеюсь, что вам интересно то, чем мы занимаемся. Здесь вот у меня новая шляпка ждет своего сезона. Тоже я ее в кадр положила, как такой летний атрибут. Гольница у меня, кстати, тоже такая классная летняя шляпка, букет, в общем, тоже такая садовая. Вот, в общем, поднимаю себе настроение всяческими способами. Ну и, конечно, с солнышком. С солнышком, которое светит за окном. За окном, конечно, еще совсем нет листочков, нет зелени, да. Но снег у нас уже весь растаял. Ярко светит солнце. И мы все в ожидании уже красок, весенних красок. Сейчас период субботничков. Наведем порядки. Красоту, чистоту. Уберем все, что вылезло из-под снега, за зиму накопилось, да. И будет красота. Встречаем весну. Ну, а у нас сегодня трудотерапия. Пришли помочь нашему двоюродному дедушке по хозяйству. Снег сошел, немножечко уже все подсохло. И настало время прибраться в саду, в огороде. Ну, так как у нас семья большая, помощников много, то мы вот так вот оравой приступили к трудотерапии. Даже рыжий кот и тот помогает вовсю. Конечно, первым делом нужно было убрать сухую листву, подрезать кусты лишние, которые выросли, обрезать деревья. Но, правда, сегодня до обрезки деревьев дело не дошло, потому что и так достаточно было работы. Хотела я еще обработать грядки с Викторией, но оказалось, что еще для нее рановато. Может быть, еще недельку подождем, и потом уже можно будет навести порядочек на грядках. Погода сегодня, конечно, у нас не очень теплая. И температура гораздо ниже всего 9 градусов, и небо хмурится, и ветер северный, и то то, что какая-то крупа, то сильные порывы ветра. В общем, так себе для прогулки. Но, в принципе, для работы было очень даже хорошо, комфортно, не жарко. Мы одеты по погоде, в непромокаемую одежду, поэтому все на участке. Никто не отсиживался в тепле. Ксюшка немножко поснимала для меня видео, походила, посмотрите, уже первые листочки на смородине, на крыжовнике. В общем, красота. Когда весна только-только вступает в свои такие прям уже права, то как-то хочется насмотреться вот этой вот просыпанию вот этого ото сна, всего живого, природы, деревьев, цветов, кустов. В общем, вот ходим и попутно наслаждаемся весной. Ребятишки, конечно, не только работают, но еще и развлекаются, потому что только работать очень тяжело. Ну, а потом, конечно, вкусно пообедали, нажарили шашлыка и на свежем воздухе навернули вкусного мяса на углях. Я никак не могла оторваться от цветов. Нарциссы уже выпустили свои стрелки с бутонами, тюльпанчики тоже, пиончики только-только проглядывают сквозь землю. В общем, впереди нас ждет, конечно же, масса ярких красок. Мы с нетерпением их ждем. После того, как поработали, отдохнули, вернулись домой, а здесь нас ждал новый вид творчества. наша старшая Настена рисует маслом какая-то у нее там своя идея, свое задание по учебе. Но, в общем-то, то, что она рисует, мне очень приглянулось, как-то прям запало в душу. Мне захотелось это обязательно снять. Вы знаете, что у меня очень сильная любовь к деревьям, и вот этот момент, этот сюжет я не могла обойти стороной. Ну, а здесь целый город в руках, в ладонях человека. В целом, картина, конечно, еще не готова, но Настена обещала мне ее сфотографировать, когда закончит. Вот такая вот красота. А за окном продолжает хмуриться. Небо, конечно, шикарное, хочется на него смотреть, но дома на такое небо смотреть, конечно же, уютнее. Ну, и в завершении своей очень разносторонней, насыщенной недельки я хочу вам показать результат по своей бабочке. Вышивка на органзе, вышивка гладью. Для меня это новый вид вышивки, в том смысле, что вышивать на органзе. На такой тонкой и прозрачной ткани, конечно, оказалось не так легко, как мне подумалось и в начале. Ну, и то, что у меня получается, вы сейчас можете видеть на своих экранах. Вот такая вот красотулечка. Я ее вышиваю не совсем так, как надо по схеме. Производитель рекомендует сначала начать вышивать вот с тела, потом, значит, крылья, потом, значит, там что-то еще. Ну, в общем, я бегаю вот так вот по тканюшке в зависимости от того, какая ниточка у меня осталась и такой цвет мне хочется вышивать для разнообразия. В общем, получается, что я уже задействовала все коричневые цвета, попробовала ими вышивать, а также вот этот желтенький у меня и один оттенок зеленого. В общем-то, получается, сначала мне не понравилось то, что у меня выходило из-под иголочки. Первые стежки мне показались очень тонкими, потому что вышивка идет в одну ниточку, и как будто бы светили вот здесь вот такие пропуски между стежками, но на самом деле нет, ничего этого не видно, никаких пропусков. Когда продолжает заполняться весь сюжетик, то получается очень даже симпатично. Но потом еще сверху будут тоже еще несколько стежков другим цветом, поэтому я думаю, что ничего страшного. Здесь всегда можно подкорректировать, подредактировать, добавить еще несколько стежков там, где тебе хочется. В общем, принцип сейчас, кажется, я поняла. И вот эти вот крылышки, это я вышивала вчера, уже в пятницу после работы, вечером, пока еще был такой солнечный, приятный свет из окон, у меня как раз вот вышилось то, что сейчас вы видите. Тело, вот это вот туловище, практически у меня вышивалось до этого, кроме, где нет, половина. Вот эти вот два темных цвета тоже вышивала я вчера. Моим домашним нравится то, что они видят. Они уже оценили даже вот тот результат, который есть. Ксюшка уже зачурала эту бабочку себе над своим рабочим столом. Ну, я думаю, что почему бы и нет. Осталось только ее наконец-то до конца вышить и повесить на свое законное место. Вот такая вот красота. Такие вот ниточки, красивые, неяркие, но очень даже симпатичные. Да, такие немножко припыленные цвета, зеленые, коричневые, синий, сиреневый. В общем, цветотерапия такая, очень даже приятная для глаз. Ну, в общем, вот такая у меня получилась неделька. Да, может быть, вышивки было не очень много, но зато разного рукоделия и разных весенних дел достаточно много оказалось на этой неделе. Что поделать? У нас весна, и, конечно, она требует к себе внимания во всех смыслах этого слова. Хочется и погулять в теплые деньки, хочется и поделать какие-то дела, которые делаем только весной. Например, прибраться на участки, преобразить клумбы, подрезать какие-то деревья. В общем, все это весна. Ну и, конечно, оставшееся время мы будем, в оставшееся время мы будем заниматься тем, что душе хочется. Ну, я вам желаю всем хорошего весеннего настроения, продуктивных дней. И всем пока. До нового видео. До новых встреч.